Тема исторического цитирования известных памятников искусства в живописи Рериха назревала давно. На данную особенность творчества художника обратили внимание еще прижизненные критики мастера, один из которых очень точно, на наш взгляд, обозначил эту особенность Рериха как не буквальное копирование, а воспоминание уже известного. Большой объем материала по методу исторического цитирования в творчестве художника собрал в свое время доктор искусствоведения Маточкин, часто публикуя в своих исследованиях аналогии между картинами Рериха и известными памятниками искусства. Думается, пришло время осмыслить более основательно этот художественный прием мастера с точки зрения его творческого мировоззрения. В свое выступление мы хотим кратко обозначить ключевые, на наш взгляд, мировоззренческие принципы искусства Рериха, без которых невозможно проникнуть в глубину замысла художника и понять его метод исторического цитирования как необходимый художественный прием. К таким принципам мы относим первое – исторический реализм, второе – диалог культур, третье – знание прошлых воплощений, четвертое – синтез прошлого настоящего будущего. Рассмотрим вкратце каждый принцип отдельно, с наиболее яркими примерами из наследия мастера. Исторический реализм в творчестве художника сформировался достаточно рано. Как писал сам Рерих, представляя себя в том числе в качестве историка и археолога, мы, историки, должны быть правдивы. Но правдивость исторической живописи Рериха изначально имела свои особенности. Из незначительных археологических артефактов мастер удивительно достоверно восстанавливал целые картины прошлого, которые лишь спустя десятилетия находили подтверждение в науке. Хрестоматийным примером здесь являются его картины «Идолы» и «Славяне на Днепре», которые вошли в учебники по истории еще в советские времена и продолжают воспроизводиться в школьных учебниках и в наше время. Правдивость исторических деталей, воссозданных в картинах Рериха, посвящено отдельное исследование археологов и историков Рерих-археолога. Среди современников Рерих был не одинок в своем увлечении достоверным воссозданием картин исторического прошлого. Здесь можно вспомнить картины Константина Маковского и Аполлинария Воснецова, которые также являются хрестоматийными в плане изображения быта и архитектуры до Петровской средневековой Руси. Этим были увлечены в той или иной степени и другие современники Рериха. Издательство «Кнебель» в начале XX века многим художникам заказывало воспроизвести картины по русской истории вплоть до XVIII века, создавая учебные пособия в виде больших литографий. Среди художников были Иванов, Кустодия, Бенуал, Ансере, Серов и другие. Но только Рериху, как историческому живописцу, удавалось проникнуть в такую глубину веков начала славянства и каменного века, о которой могли мыслить лишь археологи. Рерих и был таким археологом, и таким оставался всю жизнь. И когда художник воспроизводит в своих картинах исторические реалии вплоть до цитирования известных памятников, как, например, памятники китайского искусства в картине «Огни Победы», посвященной Тамерлану, то можно быть уверенными, что в будущем эта связь китайского военного искусства с военным искусством эпохи Тимура будет доказана. Тем более, что косвенные свидетельства по взаимодействию культуры Китая и империи Тамерлана существуют и в наше время. Это и традиции, в том числе военного искусства, которые вынесли чингизиды после завоевания Китая. А Тамерлан, как известно, всячески позиционировал свою связь с Великим Монголом. Это и великий шелковый путь, который в том числе проходил по территориям подконтрольным империей Тимура. И удивительно было бы, чтобы такая империя, как Китай, не оказывала бы свое влияние на близлежащую империю Тамерлана. Глобализация или переплетение культурных связей была известна с древнейших времен, о чем прекрасно был осведомлен Рерих как историк, археолог и путешественник. И здесь мы переходим к следующему принципу, которому следовал Рерих в своем творчестве. Это принцип диалога культур. Самой очевидной причиной, по которой Рерих использует метод исторического цитирования, на наш взгляд, является стремление художника выявить не различия между разными культурами народов, а их взаимодействия. С другой стороны, художник, охватив своим творчеством Восток и Запад, стремится говорить на языке понятным и близким разным культурам. С методом исторического цитирования тесно связан творчестве художника метод стилизации. Так, создавая для монгольского правительства великого всадника, художник стилизует его образ под буддийскую танку, что было понятно и близко искусству Монголии начала XX века. Опять же, это представление о постоянном творческом диалоге на первый взгляд между разными культурами Рерих сформулировал на самом раннем этапе своего творчества. Еще в статье «Радость искусству» в течение жизни твердо придерживался этого принципа. Общеизвестно цитирование Рериха образа матери Будды из индийской фрески в пещерах Аджанты. Это иллюстрации к его притче 1905 года Довасари о Будду. Но даже для самого Рериха смысловая глубина созданного им тогда образа понятной становится лишь многие годы спустя. Нередко художник обращается к методу исторического цитирования интуитивно. Как писал Рерих в начале XX века, были сны, были видения, смысл которых мы после поняли. Надо понимать, что изображения в пещерах Аджанта на протяжении нескольких веков передавали не портреты конкретных людей, а типичные индийские облики раннего Средневековья. Рерих, как историк, считал эти облики достоверными, характерными и традиционными для домусульманской Индии. Эта типичность полуобнаженных женских обликов с крупными чертами лица представлена не только в окресках Аджанты, но и в изображении Абсар на древних буддийских ступах и храмах, и в облике танцовщиц и харабской цивилизации. Используя буквальную цитату, Рерих таким образом стремится воссоздать правдивый облик древнеиндийской женщины буддийского периода. Этот облик Довасария, как оказалось позднее, напрямую связан в творчестве художника с его женой Еленой Рерих. И здесь мы подходим к следующему мировоззренческому принципу, которого придерживался художник. Это знание прошлых воплощений. Новая грань понимания метода исторического цитирования в картине Довасария о бунту открывается в связи с фактами биографии Елены Рерих, имеющими отношение к ее воплощениям. И в живой этике, и в дневниковых записях Елены Ивановны можно найти свидетельство о том, что она была ближайшей ученицей самого Будды. И не случайно именно Елена Ивановна написала книгу «Основы буддизма» как квинтэссенцию учения Будды для западных читателей. Для Рерихов знание своих прошлых воплощений было реальностью, и без принятия и осмысления подобной позиции художника невозможно правильно понять многие его произведения, в том числе те, в которых используется метод исторического цитирования. В конце притчи Довасария о бунту превращается в камень. В этом сюжете есть также предчувствие художникам не только прошлого Елены Ивановны, но и предвидение ее будущего. Позднее с реальным физическим метеоритом, как космическим магнитом, был тесно связан духовный опыт Елены Ивановны. Этот камень Рерих будет изображать во многих своих картинах. Как факт реальности, метеорит будет запечатлен Рерихами и на фотографии. Но прошлые воплощения Рериха художника интересовали не сами по себе, но прежде всего как имеющие значение для выявления связи прошлого с настоящим и будущим. Ярким примером такого временного синтеза прошлого, настоящего и будущего, где также используется метод исторического цитирования, является картина Рериха «Держательница мира» или «Камень несущая». В облике женщины художник буквально цитирует известный памятник западноевропейского искусства XII века скульптурный портрет Марк-графини Утты. История сохранила свидетельство о незаурядной личности Марк-графини. Впервые о том, что Утта – это одно из прошлых воплощений Елены Ивановны, в своей статье написала хранитель МЦР Татьяна Георгиевна Ротбор. Еще в 1990-е годы, опираясь на данные архива Рериха. Но Утта, в отличие от средневекового изображения, в картине Рериха держит ларец. В подобном ларце Рерихи хранили знаменитый метеорит. Сохранилась фотография этого ларца, опять же, как реальное свидетельство о том настоящем, которое окружало Рериха. Но за спиной держательницы мира мы видим бесконечную гряду гималайских вершин, которую стремляют зрители к вечному. Так, используя метод исторического цитирования, в картине Рерих соединяет прошлое с настоящим и будущим. Подводя итоги всему вышесказанному, можно с уверенностью говорить о том, что метод исторического цитирования имеет в творчестве художника глубокое значение, так как тесно связан с мировоззрением Рериха, с такими творческими принципами искусства мастера, как исторический реализм, как диалог культур, как знание воплощения прошлого, как синтез прошлого, настоящего и будущего. Без понимания этих мировоззренческих принципов невозможно осмыслить глубину творческого замысла картины Рериха, а вместе с ней и метод исторического цитирования как своеобразный и необходимый для живописца художественный приют.